друзья всем привет сегодня суббота у меня наконец-то выходной я приехал в город хенигсдорф это под берлином земле бранденбург у нас здесь находится собачий мастер я сдал своего марселя на стрижку и в эти два часа я думаю это прекрасная возможность записать новое видео для вас пообщаться рассказать что у меня происходило в последнее время а также я расскажу о четвертом модуле обучение на машинистов германии которые называются слугой фары вождения поездов и также я отвечу на те вопросы которые вы задаете чаще всего под видео не в общем-то повторяются я думаю будет достаточно полезный формат такого почти живого общения поехали при подъезде к хенигсдорфу из сбана я увидел то здесь какая-то есть железнодорожная инфраструктура и думаю как раз пойду в ее сторону и здесь мы с вами пообщаемся там подальше видел веркштадт станция техобслуживания где стоят поезда из других регионов потом погуглил там оказывается веркштадт компании альстон производителя одного из поездов и так последние две недели как я уже рассказывал я учился на новый поезд который называется сименс дезира хц его обзор или как я назвал это видео распаковку я выкладывал на этой неделе пару дней назад если не видели посмотрите мне кажется неплохо получилось вчера у меня был экзамен на этот поезд сразу спойлер я его сдал ну и вкратце расскажу как вообще происходит ты вроде как уже действующий машинист но твоя учеба она вообще не заканчивается пока ты работаешь машинистом ты будешь постоянно учиться потому что через тот же планшет к нам приходит постоянно много новых документов обновления мы должны их читать подтверждает ставить галочку а по некоторым еще и сдавать тест все это онлайн происходит через специальное приложение и так две недели обучения то есть пятидневка пять дней учимся два выходных первая неделя у нас была в кодбусе это один из таких крупных хабов узлов моей компании и там стояли поезда которые нам сименс передал новые но на линии они выйдут ну как ожидалось 12 декабря а вчера кстати во время экзамена ребята сказали что было принято решение вообще уже с 25 ноября то есть то получается со следующей пятницы их выводить на линию то есть обкатывать в первую неделю мы занимались настоящий на стоячих поездах то есть изучали всю техническую их составляющую и вот на этой неделе в понедельник мы вернулись берлин и уже обучение происходило здесь но на этой неделе мы уже ездили на этих поездах и в том числе делали параллельно штрекинг кунда изучение маршрутов новые маршруты к нам с декабря приходят и мы должны их изучить в четверг нам подсел на одной станции наш начальник подписал нам все эти бумаги теперь я официально обладаю знаниями этих новых маршрутов могу самостоятельно водить поезд как происходил сам экзамен он был у нас вчера в пятницу мы приехали к восьми утра нас было шесть человек шесть действующих машинистов и один экзаменатор он нас разделил на две группы по три человека и первая часть экзамена происходила вокруг поезда то есть мы где-то в паре в течение получаса ходили вокруг поезда он задавал вопросы просто указывал на ту или иную деталь спрашивал как она называется какую функцию выполняет и что делать допустим если она отвалилась или повреждена эту часть мы все сдали дальше мы пересели в поезд кто-то едет и так шумно кто-то там едет из бан там едет сели в поезд и уже экзамен происходил в кабине он сейчас мы там уже были по одному заходили с ним закрывали дверь и он мне сказал но делай то что ты делаешь как будто бы ты пришел на смену и вот поезд стоял всю ночь что ты будешь делать по факту он никаких вопросов не задавал он просто наблюдал пару раз с кем-то общался вообще по телефону очень ничего сложного все экзамены когда ты уже действующий машинист они происходят совсем по-другому то есть и отношения к тебе уже как коллеги эту часть я тоже сдал но он на тот момент ничего не говорил все он сказал в последний момент уже когда все закончилось и потом третья часть мы водили этот поезд водили мы буквально его 20 минут садишься едешь 20 минут следующий коллега заходит ведет обратно и так мы съездили нас было шесть человек как я уже сказал мы съездили три раза туда-обратно он собрал нас всех шестерых сказал классно ребята вот прям даже придраться мне не к чему теперь у вас есть этот поезд выдали мне ключи сразу от него и того напомню у меня три поезда это штатлер кис мой основной поезд регио шаттл дизельный поезд такой автобусик я его не водил никогда хоть отучился на него и вот этот дизиро хц экзамены которые я вчера сдал можете меня поздравить вот он видите вот этот верх штат про который он говорил верх штат компании альстон правда я не знаю вот этот который желтенький и рядом с ним это поезда компании бомбардир это я знаю точно у поезда есть кстати такое профессиональное прозвище он называется хамстер вот посмотрите на желтый хамстер это хомяк ведь правда похож на хомячка вверх штат такой достаточно большой там я так понимаю и в ангарах стоят поезда да и правда верх штат огромный другой стороны стоят трамваи я не знаю их не видел точно не в берлине не в ранденбурге и соседних регионах видимо откуда-то приехали они вообще можете с другой стороны не знаю кто узнает трамваи своего города пишите в комментарии вот смотрите это кем надо быть чтобы в германии в стране которая делает лучшие автомобили в мире ездить вот на этом у меня просто как говорится но у коммент и хейду дальше а вместе со мной идет снег до зима я добралась до нас и так четвертый модуль обучение машиниста на германии которая называется суга фаром наверное самый главный модуль потому что на нем наконец-то начинают вам рассказывать как поезда водить что нужно делать в той или иной ситуации модуль объемный и разделен на три под модуля первый суга фарен ригель фаль то есть вождение поездов абсолютно в нормальной ситуации когда ничего не происходит второй модуль суга фарен без он ригель месяц кайтен то есть это можно перевести как это можно перевести непредвиденности наверно что-то происходит неожиданно ведь я многие слова знаю на немецком а как на русском у меня есть коллега который работает водителем трамвая я пытаюсь его узнать все-таки тема хоть и очень отдаленно но смежная но и он мне не помогает с терминами на русском а железнодорожников у нас нет у меня вернее среди знакомых вот так вот в общем во время этого модуля мы проходим все что нужно знать машинисту для ежедневной работы а именно как пользоваться фар планом кто дает разрешение на отправление поезда когда вы допустим находитесь на вокзале или на остановочном пункте все это действует по-разному зависит от той или иной ситуации вообще все 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 документы которые как которые машинисты используют во время ведения поезда также ограничение скорости какие скорости действуют когда то или иное оборудование сломалось какие ограничения скорости действует когда допустим погода вы просто вообще ничего не видите какие скорости когда сигнал погашен или и так далее что вам нужно делать какие письменные приказы нужны для какой ситуации то есть это все изучается на этом модуле на этом же модуле мы изучаем принципы и работу оборудование безопасности благодаря которому мы ездим по одному это кстати как раз один из тех вопросов которые вы чаще всего задаете как же вы ездите в германии по одному сейчас расскажу вам в поезде есть две системы безопасности одна называется zifa zicherheitz фаршальтер это та именно педаль которая у нас находится под ногами во время поездки она должна быть нажата то есть мы ставим ногу на эту педаль и едем каждый 30 секунд мы должны поднять ногу и снова нажать педаль благодаря этому поезд видит что я живой я не уснул я не вышел из кабины в туалет и поезд едет под моим управлением если я течение 30 секунд не поднял ногу сперва загорается лампочка на всех поездах через две с половиной секунды звучит звуковой сигнал допустим на штатлер кис это просто звуковой сигнал такой тон на новом поезде десира хц все сигналы уже произносятся голосом мужской голос говорит zifa zifa если я еще в течение двух с половиной секунд не подниму и не опущу ногу произойдет экстренное торможение это экстренное торможение кстати единственное из всех их там несколько которые я могу прервать то есть если когда уже началось экстренное торможение я могу поднять ногу и снова опустить ее экстренное торможение прервется и через там буквально пару секунд я могу продолжить движение и изучаем и также наверное систему безопасности номер один которая называется пцб и расшифровывается пункт форме г субе инфлюсинг они подробно рассказывал святослав у него там буквально буквально у него пять видео пять частей он там разбирает от и до кому интересно прям подробно можете посмотреть я лишь расскажу принцип это тоже одна система которая позволяет нам ездить по одному благодаря этой системе мы подтверждаем сигналы допустим если я еду нормально абсолютно ничего не происходит сигналы зеленые мне ничего не надо делать если стоит сигнал который указывает допустим ожидать поездку со скоростью 60 километров в час или того хуже ожидать остановку я должен нажать кнопку и подтвердить сигнал система видит что я сигнал видел и при этом включается ограничение скорости в течение определенного срока именно на наших поездах которые ездят быстро это 23 секунды течение 23 секунд я должен снизить скорость со 160 или с той скоростью с которой я ехал неважно до 85 если я этого не сделаю также произойдет экстренное торможение то есть именно поэтому мы ездим по одному ты постоянно под наблюдением так сказать за тобой постоянно наблюдают это одна из систем допустим скоростные поезда либо товарные поезда они ездят по другой системе которая называется lcb и расшифровывается линии информиге цукби инфлюсинг там она совсем другая они едут по тем объявлениями указаниям которые они видят из кабины и для них сигнал которые стоят на дороге они вообще никакого значения не имеет то есть в кабине машинистов на мониторе система lcb показывает что там через 4000 километров стоит сигнал который показывает хальт остановись мы же ездим по пцб то есть каждый сигнал вручную подтверждаю проезжая его опять же старые поезда просто тон пип новый поезд дизера хц он говорит цукби инфлюсинг цукби инфлюсинг чем подтверждает что да я видел что ты видел сигнал едем дальше еще на этом модуле мы учим все 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 ограничения скорости которые могут возникнуть допустим если у вас отказал будок если у вас отказала система песка как они называются амортизация так далее если отказала то 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 там целый список такой по моему на пяти листах я его прикреплю покажу как это выглядит все это надо держать в голове причем есть общее ограничение скорости которые действуют при той или иной ситуации для всех поездов и еще есть для каждого отдельного поезда которые устанавливает производитель но здесь все проще потому что у нас в каждой кабине висит справа на стене такой список таблица где указано какое ограничение скорости действует если отказала тот и этот этот а то то есть те даже это в голове не надо знать и просто заглядываешь в эту табличку и уже знаешь с какой скоростью максимальный ты можешь ехать подводя итог по этому модулю субфары по всем дрем под модулям все что вы изучаете во время этого модуля вы потом будете на выпускных экзаменах выпускных экзаменов напомню их 4 первый письменный который содержит 60 вопросов и два часа дается на него второй экзамен устный все то же самое но вы уже сдаете устно два экзаменатора могут задать абсолютно любой вопрос который посчитают нужным задают вопросы по теории и больше час времени вы проводите на стене такая висит схема на которой схематические вокзалы стрелки сигналы все 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 есть он просто говорит денис оптики допустим едешь отсюда до суда расскажи как ты будешь ехать на что обращать внимание какие где скорости действуют то есть все вот это третья часть это симулятор и четвертая часть это уже собственно говоря на самом поезде когда ты едешь и параллельно те тоже задают любые вопросы так вот именно на этот модуль цук фары большинство вопросов которые на 4 выпускных экзаменов ну естественно модуль сигналы без него вообще никуда сигналы это как я уже говорил в самом модуле сигналы это альфа и омега то есть это все самое главное для машиниста нет ничего главнее чем сигналы в общем то вот этих два модуля они самые главные для нас батарейка показывает 20 процентов что-то она у меня так села из-за холода как же я домой поеду ну ладно видео я дозаписываю в любом случае у меня пауэрбанк с собой есть а снег все идет и идет у меня уже время подходит иду у марселя забирать какие еще очень частые вопросы задаете один из частых вопросов по поводу зрения я так понимаю в россии в частности очень сильно режут по зрению я даже не знаю может быть там сто процентов надо чтобы войти в эту профессию чтобы стопроцентное зрение было в германии нет полно коллег которые ездят в очках то есть нет проблем точные цифры я вам не назову но насколько я помню там звучит так что худший глаз должен иметь у вас минимум 05 в очках то есть именно с помощью как это называется мид за хильфы или как-то так и там по моему плюс 5 можно и минус 8 то есть такие прям границы что практически каждый сможет здесь в этом плане в плане зрения нет каких-то ограничений допустим опять же я уже упоминал друга своего который не так давно устроился водителем трамвая в москве он не прошел по зрению в метро то есть там видимо совсем у вас по жесткой в этом плане не знаю там я не сталкивался железной дорогой еще один очень частый вопрос по поводу немецкого языка хотя я снимал видео про него отдельно все равно вы спрашиваете какой уровень немецкого языка должен быть на момент учебы чем больше тем лучше это единственный правильный ответ который я могу вам дать единственный вернее совет ни о каком ни о какой учебе с уровнем языка а2 b1 можно попробовать но это будет катастрофа вот поверьте мне бэцвай это абсолютный минимум в частности допустим в моей компании где работаю там даже в объявлении стоит одно из условий сертификат b2 желательно c1 в скобочках написано то есть ну ну b1 вы просто ничего не поймете а 2 это вообще примитив там даже говорить об этом не надо b2 я рекомендую ну и четвертый наверно по популярности вопрос это по поводу если у меня какие-то привилегии если у меня есть опыт работы машинистами или помощником вашей машиниста в россии в беларуси в украине в казахстане и могу ли я вообще просто устроиться машинистом без какого-то дополнительного обучения нет не можете ответил так достаточно критично но правда никакого образования вот это не опыт машинистки он никак не признается германии потому что все другие системы другие сигналы возможно при приеме на работу допустим к работодателю или просто при согласовании обучения на бирже труда центре занятости это будет как плюс для вас но не более многие компании по моему предположению даже могут расценивать это наоборот как негативный момент потому что наш опыт скорее всего лучше оставить там и работодателю проще обучить человека с ноля чтобы у него не было какого-то другого опыта работы в другой стране наверное такой принцип здесь работает тоже опять же пока не попробуйте не поймете но однозначно каких-то привилегий ваш опыт работы машинистом или помощника машиниста механиком вообще всех видов на железной дороге в германии вам не даст допустим еще один пример чтобы просто понимали германия не признает дипломы архитекторов вы приезжаете такой великолепный архитектор проработали кучу лет нет вас заставят переучиваться то же самое с машинистами есть такие профессии в которых германии наш опыт не нужен то же самое допустим с моими водительскими правами на момент переезда в германию у меня блок по моему уже лет 15 но меня в германии но меня в германии заставили подтверждать мои российские права то есть я сдавал теорию и практику чтобы я получил немецкие то что все все прекрасно понимают откуда берутся права как их можно легко купить плюс есть много нюансов велосипедисты их здесь много поэтому заставляют переучиваться друзья на улице начинается уже по моему настоящий снегопад я думаю мы поговорили обо всем о чем я запланировал надеюсь вам понравилось это видео пишите в комментариях о чем вы хотите увидеть следующих видео ставьте лайк мне всегда приятно когда вы оцениваете мою работу а мы через дорогу находится этот салон иду забирать марселя а полиция проехала по-быстрому перебежал не скажу что не положено месте но не там где желательно было всем желаю отличных выходных или рабочей недели не знаю когда это выложу видео пока пока